Каждый год нам показывают новое железо. Не успел обновиться, твой процессор уже позапрошлого поколения, а видеокарта не поддерживает очередную амейзинг фичу. И если раньше презентации Intel, AMD или Nvidia сопровождались мыслью «хочу купить», то теперь этого нет. Да, этой осенью нам показали кучу нового железа, и среди них можно найти интересное. Но сейчас достаточно весомых доводов, чтобы остановиться на покупке более старых решений. Почему так? Какое железо сейчас самое оптимальное для сборки ПК? На связи МК, сегодня расскажем, почему это поколение вам нужно пропустить. И начнем с долгожданных для многих Ryzen 7000. Я не буду тут заново рассказывать, почему вам эти процессоры не нужны. Все это было в прошлом выпуске. Отмечу лишь пару моментов. Да, DDR5 и да, PCI-Express 5.0. Можно поставить галку. Быстрые в однопотоке и еще быстрее в рабочих задачах. Но AMD, которая всегда старалась давать пользователям свободу, зачем-то ограничила Ryzen 7000 совместимостью только с памятью DDR5. Даже Intel год назад себе такого не позволяла, ведь с такими ценами на старте никто не будет к дешевому 4-ядерному i3-12100 брать DDR5, когда пару хороших модулей может стоить дороже самого процессора. AMD такого выбора не дала, а он бы очень пригодился для массового 6-ядерного Ryzen 7 7600X. Как показывают тесты, даже лучшая и золотая DDR5 лишь слегка быстрее хорошей DDR4, поэтому для ПК среднего уровня старый стандарт подходит куда лучше. Это же и касается поддержки PCI-Express 5.0. Когда ее добавила Intel в свои процессоры год назад, многие думали, что это вызовет появление на рынке SSD и видеокарт, использующих эту шину. А твердотельников с PCI-Express 5.0 до сих пор нет. Недавно нам показали такие SSD, которые комплектуются огромным радиатором из-за высокого нагрева, и даже топовая RTX 4090 выходит с четвертой версии шины и теряет пару процентов производительности при переходе на третью. Иными словами, даже спустя год вы не можете никак использовать PCI-Express 5.0. И скорее всего еще несколько лет смысла в ней не будет. Но заплатить за нее в процессоре вам нужно уже сейчас. Ну да ладно, это все лирика, стоимость плат. И нет, я не говорю про топы на двойном чипсете X690E с обвесами в виде контроллеров быстрого Wi-Fi Ethernet, качественного звука и прочей мишуры. B-чипсеты, которые всегда стоили недорого и были компромиссом цены и возможностей, теперь стоят от 170 долларов. Больше 10 тысяч в переводе за рубли, за самые простые B650. А на плате в этот раз сэкономить не получится. В свежий Ryzen парни горячие. В итоге получается, что сборка на Ryzen 7000, DDR5 и оверпрайз платами оказывается далеко не народной по стоимости. А прирост производительности в играх от смены CPU уже давно не ощущается. 6-ядерный Ryzen 5 7600X выдаст практически столько же FPS, сколько и 16-ядерный i9-12900K. Да, они опережают в играх предшественников, но даже там борьба за FPS идет где-то в стратосфере. В рабочих задачах ситуация аналогичная. Да, никто не спорит, свежий 6-ядерный 7600X оказывается на уровне 8-ядерного 5800X. Только вот нередко последний стоит дешевле. А если рассматривать суммарную стоимость сборки, то разница становится уже очень ощутимой. Это все уже привело к тому, что никто не хочет брать свежую ряженку, а красные объявили о снижении производства. У нас их вообще продавать не стали, даже перпендикулярным импортом. Так что, скорее всего, AMD через несколько месяцев сдастся и пойдет на уступки. Будет предлагать нагрузку к процессорам и платам игры, или сделает скидки за комплекты. Но пока что Ryzen 5000 на B450 выглядит гораздо более здравой покупкой даже в горизонте нескольких лет. AMD решил играть в премиум сегмент и ожидаемо проиграла, ибо все привыкли видеть ее в решениях топ за свои деньги, а тут еще и всеобщий кризис. Как дела обстоят у Intel? 13-е поколение вот-вот начнут продавать с 20 октября. Сторонних тестов пока нет, как появятся, мы сделаем о них теоретический обзор и, конечно же, оперативно расскажем в нашем телеграм-канале. Но о новинках уже известно достаточно, чтобы понять. Intel снова идет по пути Skylake. Многие помнят, как синие мучили эту архитектуру с 6-го аж до 10-го поколения Core, выжимая из нее максимальные частоты и наращивая число ядер, невзирая на улетающий теплопакет. В Intel решили повторить этот финт. Младшие и самые простые процессоры 13-го поколения не получат новую архитектуру Raptor Cove, а сохранят старую. То есть новый Core i3-13100 будет отличаться от своего предшественника лишь увеличенным на сотню-другую МГц частотами, и едва ли это будет заметно даже в бенчмарках. С Core i5-13400 все еще интересней. К старой архитектуре Intel подцепила еще четыре энергоэффективных ядра, которых не было у 12400. Только вот теплопакет остался таким же, поэтому официальные рабочие частоты у новинки даже ниже, чем у предшественника. Разумеется, на теплопакеты уже давно никто не смотрит и скорость работы процессора будет зависеть от того, сколько энергии сможет передать VRM-платы. Поэтому на дорогих материнках в рабочих задачах буст от четырех дополнительных ядер действительно будет, а вот на дешевых все может упереться в небольшой лимит TDP. То есть при упоре в теплопакет шестиядерный 12400 будет иметь более высокие частоты больших ядер, чем десятиядерный 13400. Это заметно аукнется в играх, которые любят именно большие ядра. Никто не будет брать к такому CPU-плату на Z-чипсете, и новинка может в части задач проиграть предшественнику на кипящих B-платах. Но Intel сейчас это не волнует. Компании нужно всеми силами показать, что именно она является лидером процессорного рынка, так что нас ждет аж 24-ядерный Core i9 с частотами под 6 ГГц, чтобы в прыжке с водянкой обогнать 16-ядерный Ryzen 9 7950X. Но всегда решает цена. В России массовые решения 12-го поколения стоит не очень дорого. Тот же i3-12100 можно найти всего за семь с половиной тысяч рублей. Цены на платы, конечно, еще кусаются, но до уровня досок под Ryzen 7000 далеко. И нужно помнить, что после апдейта BIOS решения 13-го поколения на них заработают. Если i5-13400 будет стоить у нас на уровне или чуть дороже предшественника, в его покупке будет смысл. Но скорее всего по ценам он будет ближе к 12600K с печальными для него последствиями. Про топы i7 и i9 даже не говорим. Будет крайне дорого и очень горячо. Так что если предпочитаете Intel, смело собирайте на 12-ом поколении. Тут даже i3 даст вам возможность более-менее комфортно играть и работать еще пару лет. К тому же материнских плат на дешевых DDR4 в продаже хватает. Но через несколько лет, когда Intel выкатит еще пару поколений CPU, традиционно на новых сокетах, можно будет дешево обновиться до 13-го поколения. С процессорами все понятно. AMD рвется в топ, Intel старается не пустить и упускает среднячков и так каждый год по кругу. А что на рынке видеокарт? Казалось бы, на фоне прекращения бума майнинга, когда бэу решения продаются чуть ли не на развес, Intel должна это учитывать при выпуске новинок. Но Хуанг, привыкший продавать RTX 3060 по сотне тысяч рублей за штуку, так не считает и выкатывает RTX 4090 за 1600 долларов, сетуя на то, что закон Мура не выполняется, чипы изготавливать все труднее и поэтому дешевых новинок больше не будет. И с одной стороны эта видеокарта своих денег стоит, в 4К с трассировкой она на 80-90% быстрее RTX 3090. Но с другой стороны, последнюю в США можно нередко найти дешевле тысячи баксов, то есть мы видим чуть ли не линейный рост цены относительно производительности. И если так продолжится дальше, за RTX 6090 будут просить как за неплохую иномарку. Производители электроники сейчас вдруг разом охватила амнезия и они перестали помнить, что раньше новинки брали именно потому, что за ту же цену можно было получить ощутимо большую производительность. Ну хорошо, допустим RTX 4090 столько стоит только потому, что это максимальный топ-жир для богатых геймеров, которые могут себе это позволить. Опустимся на ступеньку ниже. Nvidia зачем-то анонсировала, но в итоге отменила версию 4080 на 12 гигабайт и даже готова вернуть деньги производителям, которые уже успели напечатать коробки. Это выглядит максимально кринжово, ведь даже на официальных слайдах такая 4080 была быстрее предшественницы всего на 10 процентов. Так что даже далеким от ПК людям было понятно, что нам пытаются продать RTX 4070 под видом старшей карты. И это не все. Nvidia очередной раз обманула. Компания обещала, что 4090 хватит всем, а на деле дефицит и цены в полтора, то и два раза выше рекомендованных. Но даже если брать именно официальные цены, то RTX 4080 на 16 гигабайт все равно стоит дороже. За нее просят 1200 долларов, аж на 500 долларов больше, чем два года назад за RTX 3080. При этом последнюю легко сейчас найти новой за 650 долларов, то есть почти вдвое дешевле. Какова же реальная разница в производительности, по данным самой Nvidia? Около 40-50%, то есть на деле скорее всего будет еще меньше. Иными словами, Nvidia предлагает платить за каждый процент производительности около 2% цены. Видимо такова цена DLSS 3.0. Но думаю уже ни для кого не секрет, что зеленые обнаглели. Может быть будущие RX 7000 от AMD окажутся топами за свои деньги? Скорее нет, чем да. Точно мы узнаем 3 ноября, когда новинки представят официально, но и за две недели до анонса данных хватает. И многие инсайдеры говорят, что тягаться с RTX 4090 топ AMD не сможет. Да и сама AMD говорит не о реальной вычислительной мощности, а о росте производительности на ватт на 50%, что достаточно завуалировано. И скорее всего по трассировке красные тоже проиграют, как и по ФСР. Здесь уже чуть ли не традиционное отставание от Nvidia на поколение. В итоге новые Radeon вполне могут выйти интересными за свои деньги, но зеленая компания останется технологическим лидером, а значит будет гнуть свою ценовую политику. Что в итоге? Эта осень явно оказалась неудачным временем для выхода новинок. Производственные мощности только восстановились после продолжительного дефицита, а электроника начала стремительно дешеветь. SSD по цене уже почти достигли жестких дисков, чипы памяти сейчас оцениваются ниже себестоимости. Окончательно потухший майнинг резко обрушил цены на видеокарты. RX 580 в Китае отдают чуть ли не на развес. Транзисторы в кремниевых бутербродах настолько съежились, что чтобы добиться очередного роста на 20-30% за поколение в процессорах и видеокартах, производители идут на дорогущие ухищрения, что ожидаемо негативно сказывается на итоговой стоимости новинок. На рынке яркий контраст, огромные запасы техники предыдущего поколения по бросовым ценам, и поэтому новые решения за нередко в разы большую стоимость при небольшом росте производительности просто никому не интересны. С учетом текущей неопределенности, если у вас есть желание и деньги, смело собирайте сейчас ПК на прошлогоднем поколении железа. Но с другой стороны, производителям тоже не интересно, чтобы свежие Ryzen 7000 или RTX 4000 пылились на полках по эверпрайсу. А значит, вполне может быть, что первые серьезные скидки на них мы уже увидим к новогодним распродажам. В любом случае, сейчас все играет на руку пользователям. Разумеется, если для получения сверхприбыли производители не начнут новый бум майнинга и дефицита. Первые тесты новых Intel 13-го поколения и сравнения их с Ryzen 7000 и процессорами прошлых поколений мы оперативно опубликуем в нашем Telegram и группе ВКонтакте. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Спасибо за ваши лайки. На связи был МК, у микрофона Михаил Крошин. До скорых встреч.